Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Михаил Супер. В этот раз я решил выбраться из города в деревеньку куда-нибудь. В общем, теперь это стало возможно с появлением мода Mafia 1 Map Mod. Сделан он агенсом. Countryside Mod называется, правильнее даже сказать. Здесь можно бегать. И самое интересное, тут присутствует коллизия, то есть мы можем практически везде побегать. Чего так не хватало во второй мафии? Свободы передвижения по карте. Везде какие-то барьеры ограничения и прочее. Ну а теперь мы можем вот побегать. Даже можно перелезть через забор. Посмотрите, там какой-то гараж. Давайте прибежим туда, посмотрим, что там будет. А лучше даже доедем. Для этого заспавним какую-нибудь машину. Например, старый москвич. А почему бы и нет? Ну-ка, давайте проверим, а перекрасить его тут можно? О, это тоже наша тема. Сенеш. О, и Джо сразу у нас появился, значит. Всё. Мы теперь истинный таксист. Такой, знаете, деревенский. Деревенского типа. Можем отправиться хоть на край света. Так, мне вот интересно, можно ли проезжать через вот эти вот штуки. Оказывается, всё можно. Сено спокойно преодолевает москвич, как и в реальности. Москвич хоть где проедет. Опа. Чё это было? Поломались немножко. Видимо, сквозь вот этот вот барьер перейти нельзя, но, в принципе, если запрыгнуть на автомобиль, то можно что угодно сделать. Давайте прокатимся здесь. Посмотрим, что будет. Опа. Вот мы на дороге. Вот и всё прекрасно у нас. Видите, некоторые моменты тут вот. Не учёл, что... Можно, например, вот так вот при неровных поверхностях перемещаться обратно на дорогу. Ну, ещё бы интереснее было увидеть эту карту в Мафия 2 ТЛС, друзья, на всю жизнь. Кстати, вот через эти штуки можно проезжать. Опа. Джо страдает. А москвич валит. Видите, как он при неровностях себя ведёт. Ну, будем учитывать, что эта карта вообще глобальный мод. Впервые я такое увидел для Мафии 2. То есть, аналогичных карт, да и вообще карт, на самом деле, не было. И она настолько огромная. То есть, прям сканверчено всё на уровне. Ещё бы здесь пустить автомобили, чтобы ездили персонажи там какие-нибудь деревенские гуляли. И вообще шикарно, знаете, будет. Плюс тут какие-то миссии, может быть. Может быть. Опа. Ручеёк. Ой-ёй-ёй. Вот так вот сквозь забор можно и погибнуть. Спокойненько так. Вот мы очутились, благо тут снова, потому что присутствует сохранение. Вот, например, если нажать ждать, исследовать, то здесь у нас делается такое сохранение небольшое. Такой лайфхак. Как эту карту установить, я сделаю ролик чуть позже, потому что там нужно решить некоторые сложности со ссылками. В общем, погнали пока гонять. У нас миф-треки. Всё, вперёд. Ну, Джо, я думаю, к нам присоединится. Он тут бегать не может, потому что для него тут путей, дорог как таковых нет. То есть он просто где-то в невесомости. Опа. Вот и Джо. Ну всё, поехали по деревенской такой местности гонять. А давайте сделаем тюнинг этой машины. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Третий уровень тюнинга недоступен, ну естественно, потому что это грузовик, а вот перекрасить его вполне можно. Вот такой зелёный цвет, я думаю, весьма интересный. Низ тоже перекрашивается. Ну давайте его сделаем, не знаю, какие-нибудь там... Вот-вот, не знаю даже чё. Просто фантазии уже. Во, жёлтый низ и вверх такой зелёная кабина. Весьма интересно, можно даже заправиться по пути. Смотрите, вот это мне кажется стильно. Стиль такой Барбари. А нет, не Барбари, это мне показалось. Но вот такого я ещё не видел, чтобы менялась. Вот так вот мне нравится. Поставлю так. Колёса поставлю спортивные. У нас будет гоночный грузовик. Чем меньше колёса, тем круче. Колёса от Лады. Весьма неплохо смотрится на этом грузовичке. Посмотрите, как сразу управляется стол. 60 км в час, да ещё и в гору, а? Не, ну мне это нравится, серьёзно. Катаемся на грузовике. Это прям уже какой-то спинтайрс. Забираемся в гору. Блин. Шикарно всё выглядит. Мне очень нравятся подобные моды тем, что тут есть свобода передвижения. И в каком-то даже смысле не хватает вот этой городской суеты. Вот видите, мы тут застряли. Застряли, сквозь текстуры походу заехали. Куда мы-то заехали. Неужели на поле, а? Всё, по пшенице бегаем. Что это вообще за территория? О, да здесь и самолёты летают. Значит, не совсем тут таки пустая местность. Прикольно. Так, давайте постреляем. Посмотрим, что это за материал. Да? Так, это у нас обычный бетон. Под видом бетона. Но мы вот по такой вот местности гуляем. Давайте посмотрим, что-то ещё есть интересненького. Так. Всегда мечтал побегать. По замечательной такой местности. Где можно пострелять, побегать. Ну-ка. Эх, я попал в западню. Никак отсюда не выберусь. Похоже. Ну-ка. Посмотрим, столб простреливается или нет. По-моему, он просто тут. Вверху так. Остался. Видите, сквозь него проходим. И не туда, и не обратно. И куда-то нас всё выбросить хочет эта местность. Так, 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 так. Сужается, сужается всё. Опа. А перепрыгнуть он не может. Да, поэтому мы здесь остались. Вот тут уже опасно, поэтому я думаю, лучше взять автомобильчик. Какой-никакой, но он всё-таки нас сможет спасти. Да, поэтому давайте возьмём что-нибудь потяжелее. Ну-ка. А в танке мы сможем убиться или нет? А, это не танк, это... Это бабах сейчас будет. Бумс. Ха-ха-ха. Блин, а красная прикольно выглядит. Такой же бордовый, наверное. Вот такой вот. Хороший цвет. Так. Давайте её тоже прокачаем. Поставим тракторы. От трактора колёса. О, неплохо. Такой цвет можно тут всякий выбирать. Оставлю оригинальный. Чего уж мне. Менять осталось лишь колесо. Сквозь неё можно проезжать. Видимо, объект от прошлой остался так. Ну давайте попробуем. Чё будет, если сейчас я сигану туда вниз. Так. Опа, и Джо с нами. Джо любитель таких приключений. Всё, отремонтировались. И вперёд. Ой-ёй-ёй, как опасно-то, а? Там вода. Мы сейчас упадём в воду. И на этом всё закончится. Ну, по крайней мере, вот сейчас. Самый такой опасный момент. Когда наша тачка может приземлиться. Я зажрал клавишу R. Давайте замедлим падение наше. И посмотрим, как это всё будет происходить. Коллизий там, скорее всего, нет. Потому что я уже в воду здесь падал. Несколько раз. И машина тупо проваливается и летит в бесконечность. Вот мы видим. Здесь вроде как есть песок. Итак. Соприкосновение с песком. Колёса вращаются. Всё как надо. Но она продолжает дальше вниз падать. Всё. Дальше ничего нет. Там ещё одна вода. Ещё одна гора. Вот это вот что такое? Трамплин, что ли, а? Как вы думаете, что это такое? Напишите в комментариях. Это то есть два моста, что ли, соединили в одну? Хм. Или в исходниках той карты это было? Не, ну карта на самом деле реально огромная. Так, давайте я сейчас перезапущу. Игру. Так, вот мы очутились снова на этом же месте. Можем попробовать кинуть. А, давайте попробуем пробежаться по домикам. Неужели они, как бы, сквозь них можно пробегать? Так, мне вот это вот интересно даже стало как-то. Попробуем поджечь, естественно, будет ли гореть или нет. Если они, конечно, с коллизией. Так, ну, рано кинул. Ну-ка. А, то есть нет, то есть костер внутри домика. Не более того. Сквозь него можно ходить. Так, ну карта на самом деле реально огромная. Ну-ка, этот дом. Скорее всего все такие-то. Трестепенные объекты, да? Поэтому, чё их прорабатывать. И так огромная работа сделана. Вот пятнашка. Погнали. Прокатимся с ветерком. Джок тут как тут сразу. О, вот этот цвет прям ядовитый такой. Сразу сделаем тюнинг. Такой мощный тюнинг. А чё, давайте сразу двойные колеса. Во! Так, везде можно будет так проехать. Тем более с третьим уровнем тюнинга. О, во! Вы это видели? По пшенице гоняем. Так, наверное, сквозь любой забор можно попасть. Вообще без проблем. А, так тут выезд был. Блин. Чё я сразу не подумал. Но, правда, опасно здесь кататься так. На таком вездеходе самодельном. Потому что может откинуть и всё. И всё. Ихана. Вот, кстати, этот мост. Давайте попробуем сигануть с него. Насколько я знаю, здесь можно сигануть вот тут. Не, не получается. Коллизия присутствует. Давайте попробуем забраться на ту гору. Ну-ка. Не, не получается у нас. Перелезь. Вот так. Поэтому просто возьму. И сейчас. Вот так. Блин, а. Не получилось. Давайте попробуем ещё раз. Как он так резко-то с неё падает? Наверное, надо ближе припарковаться. Так. Джо тут пусть постоит. Колёса просто огромные. Во, всё, отлично. Вот мы и на месте. Теперь надо заспавнить крутую машину какую-нибудь. А давайте сделаем... Так. Ну, какую машину можно заспавнить? Чтобы интереснее было. Так. Это что у нас? Десятка? Ну, давайте из неё сделаем вездеход. Тоже колёсики получше сделаем. О. Сразу тюнинг. Так. Ищем подходящие колёса. Двойные сразу. Так ведь круче. Верно? Так. Цвет можем менять и крыши, и самой машины. Сделаю такую красную, чтобы прям выделялось. Ну, а крышу я не знаю, что оставлю. Пусть такая будет. Чёрная. Наверное, тут только покраска вот эта не в тему. Давайте её немножечко поменяем. Стиль сделаем вот такой огненный. Пламенный стиль. Тогда и цвет нужно поменять, я думаю. О. Прям ядовитые цвета. Да, оставлю её белой. Так ведь интереснее. Крыша пусть будет чёрная, ладно уже. Не буду менять. Посмотрите, как она тяжело взбирается. Видно прям, что это такой вездеход. Хорошее сцепление с дорогой. Так. Ну-ка. Получится ли у нас покорить вершины этой замечательной горной местности? Сейчас посмотрим. Нет, 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 нет. Нет, не глохни. Первая передача. Обороты падают. У нас тут передний привод. Слушайте, а может быть реально джип попробует заспавнить? Потому что Нива должна справиться с этой задачей. Так, где у нас здесь Нива? Давайте посмотрим. Так. Джефферсон, СМИФ-8. О, шаха. Вот, шаха, я думаю, вполне могла бы. Потому что она легче. Десятки вот джип. Ой-ёй-ёй. Джип-то у нас полноприводный. Так. Ой-ёй-ёй. А вы видите, да? Полный привод реально работает. Давайте поменяем сейчас колеса. Поставим подходящие. Чтобы уж прям точно могли нормально прокатиться. Вот, двойные колеса. Так, делаем сразу третий уровень тюнинга. Это добавит нам мощности. Хотя нифига, походу. Не изменилось. Ей становится только тяжелее. Может быть, дело ещё и в колёсах. Поставим от газели. Машина тут уже не может забраться. Хоть это и полный привод. Может быть, оставить стоковые колёса? Со стоковыми колёсами ей гораздо легче пробираться. Да? Так, давайте попробуем сейчас. Вот у неё появилось некое сцепление с дорогой. Ой-ёй-ёй. Только главное сейчас не упасть. Очень легко упасть. Это прям 4 на 4 оффроуд рейсинг в Мафии 2. Обратите внимание. Как мы на небе пытаемся покорить вершины. Ой-ёй-ёй. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот сейчас бы взять до третьей скорости рубить. Э-э-э-э. Так, походу, это за нас сделала коллизия. Мы просто отлетели. Как мы видим, здесь очень много возможностей открывается с этой картой. Кантри-сайт. Ну что ж, спасибо за просмотр. Всем ещё увидимся. До встречи.